Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг на 19 марта текущего года объявляет о том, что эпидемиологическая обстановка по Октябрьской области стабильная, регистрации коронавирусной инфекции не было. На сегодняшний день в инфекционном стационаре находится 9 человек, они помещены на 14-дневный карантин. Результаты лабораторных исследований отрицательные. Все необходимые меры принимаются, в том числе изоляция, лечение, дезинфекция. Также усилен контроль на пунктах пропуска. Жайсан Мартугского района, Олимбет Каргалинского района и Каршатал Айтигбейского района. В среднем в день проходит около 700 человек. За сутки прошло, если конкретно сказать, 648 человек. С жалобами на плохое самочувствие или повышение температуры, переходящих границу не было. Один из самых часто задаваемых вопросов – дефицит масок и их стоимость. Главный медик страны отметил, что в скором времени маски будут в достаточном количестве. Местный производитель – компания «ТК Фарм» ежедневно выпускает около 10 тысяч масок. Не остались в стороне и октябрьские ателье. Они занимаются пошивом многоразовых масок. Также в скором времени ожидается поступление медицинских масок из России в количестве 4,5 миллиона. Осет Калиев отметил важность правильного ношения и снятия маски и наглядно показал, как правильно нужно снимать маску. Перед тем, как снять маску, обязательно, во-первых, нельзя прикасаться к маске как с наружной стороны, как с внутренней стороны. Надо взять маску, снять. Там должно быть специальная урна или пакет какой-то, чтобы маска, которую мы снимаем, никакой поверхности не касалась. Ни костюма или стол. Вот так положить нельзя. Он должен быть герметично закрыт в определенную емкость. После того, как сняли, обязательно надо будет помыть руки и обработать дезинфицированным раствором руки. Что касаемо стоимости, то данный вопрос решается на правительственном уровне. Цена будет одна для всех, а спекулянты будут строго наказаны. По поручению Акимова области работает мониторинг группа, куда включены депутаты областного маслехата, общественники. Они сейчас как раз таки ходят в аптеки, смотрят, проводят мониторинг цен. Если где-то мы заметим, что есть необоснованное завышение цен, соответственно, административные меры в отношении предпринимателей однозначно будут приняты. Анастасия Евсеева, Анжела Тьмагомбетов, телеканал ОКТЮБЕ.